В передаче Путь Дракона. Передача для настоящих мастеров боевых искусств. И сегодня у нас в гостях яркий представитель этого сословия Сергей Бадюк. В гостях еще раз Сергей Бадюк, мастер боевых искусств. Сергей, вот сразу вопрос, чтобы спозиционировать грамотно. Есть какой-то стиль определенный, которым ты занимаешься? Или это смесь такая, результат опыта? Глеб Николаевич, ну вы знаете, я занимаюсь каратэ. Я занимался много чем. И ушуча занимаюсь, и дзюдо, и самбо занимался. Начинал я самбо, у меня отец мастер спорта по самбо. Начали мы заниматься много лет тому назад с Сергеем Михайловичем Федоришиным. Я к нему пришел как ученик. Там была своя смешная история, в то время это было нелегально. Я пришел к Юрию, он на огороде картошечку копал, я подъехал к забору, долго смотрел, ну что и надо, мальчик, я говорю, мне по каратэ заниматься. Говорит, иди отсюда туда, сейчас лопатой по городу. А он тогда каким стилем занимался? А он занимался по каратэ, вот тем, которым по книжкам у нас учились, по фотографиям. Каратэ, которое по фотографиям, понимаете. Там где-то что-то увидел, где-то что-то услышал, где-то фотографии каких-то. Информации не было совсем. Ну, совершенно категорически, причем, если она в Москве, то хоть как-то была, а мы-то в достаточно таком месте отдаленном от Москвы жили. И поэтому то, что до нас доходили, были какие-то крохи. Совершенненьшие. Вот, я побежал, пожаловался папе. Папа был милиционером, вызвал Юру. Показал ему уголовный кодекс, статью о незаконном обучении каратэ. Ну, а что там в деревне, куда там спрячешься? Все знают, что Юра занимается каратэ за домом, якобы там, секретно. Вот, Юра поскрипел зубами, но был вынужден меня взять, тренироваться. Ну, ненавидел, наверное, при этом. Ну, как-то мне сложно сказать, мы на эту тему как-то так щепетильно обходимся эти годы. Но, тем не менее, как бы я там остался до сих пор. Вот мы учились. Потом, на самом деле, что смешно получилось, был такой разговор. И ребята, которые занимаются кикушином, сказали, ну, вот, а какое вы имеете отношение к кикушину? Да, в принципе, никакого. Кроме того, что вот те фотографии, по которым мы учились, я как-нибудь, может, на передачу принесу или просто вам покажу, мой первый учебник, это такая тетрадочка большая, синяя, общая. Здесь из каратэ, а ямы. И я так язык выучил, английский, я переводил эти фотографии. Так же очень многие учились тогда. И я знаю немало мастеров, которые выросли до очень приличного уровня. Потому что, если есть аналитический склад ума, то можно, в принципе, многого добиться. А сейчас? Так получилось, что мы по жизни общались с очень большим... Я достаточно долго прослужил в различных там структурах специальных. И там, в основном, приходили очень разные ребята. Вот эти легенды о том, что существуют какие-то там секретные системы. Это не более чем легенды. Были хорошо подготовлены ребята, борцы, боксеры, те же каратисты, самоучки. Фанаты, офицеры, которые учили там, все это превращалось в какой-то сплав такой. Там кто-то научил бить руками, кто-то бороться, кто-то там на улице сразу. Или мы там где-то по работе опробовали какой-то прием, работает, не работает. По большому счету, вы знаете, я вот пытался написать сейчас сценарий о рукопашном бою системе ГРУ и КГБ. И по неволе напрашивается такая параллель. Это документальный фильм какой-то? Да. Он написан сейчас, это сценарий. По неволе напрашивается параллель, какая вот школа карате, они выплавлялись и ушел в боях. Это реально, это исторически доказанный факт. Это факт, да. Потом, когда они отошли все на задний план, в силу применения оружия, они стрельнули все, они начали уходить. Кто в спорт, кто там в оздоровительность, кто куда. И появилось много на нас нового. В системе КГБ и ГРУ мы последние 40 лет находимся в состоянии войны постоянно. Если посмотреть, то была Ангола, был Вьетнам, был Афганистан, было Никарагуа, везде, где наши работали ребята. Это как бы каждый приезжал с каким-то опытом. И реально вот эти школы, вот наши армейские рукопашные обои, рукопашные обои ФСБ, они пошли естественный отбор, объективный, так или иначе. И были очень хорошие ребята. Но все-таки, знаете, вот я честно вам скажу, я в армию помню, там мне быстренько отрихтовали. Сказали, все это забыть будем учить, вот так вот карате. А я стоял там у стеночки и делал свои цкизы, значит. Я все, ну я вот верил в это, и все, ну должно же работать, ну должно же работать. Ну не может быть такого, чтобы не работало. Ну как, ну зря написали. Старые мастера там. Да, ну вот, и вот как-то, и все вот эти вопросы, все. И потом, а знаете, пришло там буквально 3-4 года назад, вот там работает, работает все. Просто надо заниматься этим 20 лет, бить макевару и не задавать глупых вопросов. И потом я вышел, была такая история, я пошел заниматься боксом. Я долго занимался карате, я ноги выставил мне Олег Алексеевич Шин в тейквондо, и я быстрее бил ногами, чем думал. И люди падали. А от ударов руками не падали никак. Вот это я пошел на бокс. Обрадовался, люди начали падать, все. И потом по прошествии все равно какого-то периода времени уловил вот суть. Вот, ну мне, для меня это суть, как бы я не претендую на истину. Вот работа с макеварой. И после этого там вот от тычков, вот от коротких, ломаются грудные клетки, ломаются руки, ключицы, все. Конечная фаза удара. Конечная фаза активная. И потом, а там есть нюанс такой вот, мне подтвердят любой там боксер хороший, что нокаутирующий удар у боксера остается на настенной подушке. Настенная подушка это макевары для бокса. Они просто руки бинтуют как бы и скричат. Аналог тот же. Там по большому счету вот я, честно говоря, не нахожу разницы в ударе боксерского. Она даже пожестче, поскольку она меньше пружинит все-таки. Я говорю, нет, удар есть, либо есть удар, либо его нет. Он либо нокаутирующий, либо его нет. Так что, конкретнее, я занимаюсь каратэ так, как я его вижу, а вот ушу уже цигун, это то, что улучшает только каратэ. А вот зачем? Это достаточно удивительно, да? Обычно люди твоего склада, они так негативно относятся, говорят, это танцы, это ази-сиане, это вообще непонятно, что такое. Это такая какая-то медленная пляска самим с собой. Но ты, насколько я знаю, достаточно серьезно этим занимаешься. Даже ездил в Китай, занимался под руководством таких серьезных мастеров по чэньши-тайдзи-сиане. Зачем это тебе? Что это тебе дает? Это не танцы. У меня глубокая убежденность, но эти танцы, как вы говорите, там некоторые говорят, они начинают работать после того, как у вас за спиной лет 15 занятий контактными единоборствами. Оно все работает. Вот тайцзы, вы знаете, когда я поймался, я пару раз на семинарах показывал, я на автомате делаю заход за спину постоянно. Вот он у меня идет и идет. Мне начали задавать вопросы, попытался сам себе разложить это движение. Откуда оно у меня взялось? Оно взялось из комплекса чэньши, первая, 24-я форма, которую я делаю. Я для себя разложил, там есть такой нюанс. Я не просто забегаю за спину, я делаю, делается два встречных движения. Ты руками человека доворачиваешь, одновременно идешь, то есть оно ускоряет моментально. И когда я начал людям рассказывать, вот хорошие, продвинутые ребята в карате, как бы, и они не понимают, что происходит. Для меня движение естественное, а он вот не идет и все. Оно стоит культуру движения там и тайцзы, стоит культуру движения и ощущения другие, оно наполненность другую дает карате. То есть оно не подменяет, оно не заменяет, причем, более того, я уверен, что это работает, потому что я знаю как минимум трех людей, которые с помощью вот этих приемов доставляли мне массу проблем. А я крупный парень, там я далеко, я сейчас 137 вешу. И со мной достаточно сложно просто вот подраться, даже если я там ничего не умею. Они мне делают массу проблем, с ними очень сложно. Применяю только приемы тайцзы, но меня знаете, что еще очень удивляет? Вот люди приходят, вот все хотят, это удел единицы, это удел избранных, я не про себя, я про тех людей, которые реальные мастера. Это какая-то искра божья, наверное, да, вот как во всем, вот они просто понимают это по-другому. И для этих людей это явно не для мордобития, это побочный продукт вот этого процесса самосовершенствования. А для ребят, которые идут дальше, для парней, для мужчин, которые занимаются карате многие годы, без занятия тайцзы, без занятия цигуном, без внутренних практик ушу, она выхолощивается. Без работы с телом. Интересная тема, которую ты затронул, все-таки цель занятий боевыми искусствами, она, согласно твоей философии, твоему пониманию, она лежит в плоскости все-таки овладения эффективной техникой и достижения какой-то высоты, там, неуязвимости, я не знаю, мастерства. Или это все-таки вылепливание, формирование и созидание личности, то, что вот Конфуций называл Джуньзе, благородный муж? Это и то, и другое просто для меня было. На первичном этапе мы все приходим, там, у меня были свои причины, которые меня сподвигли, там. Ну, все мальчики приходят с одной целью стать сильнее, мальчик 15 лет не может соображать. Но это тоже формирование личности, если мужчина понимает, что он должен стать сильнее. Он должен стать сильнее, он должен стать сильнее, вот все. А дальше, вот, ну, где ты остановился, какие эти учителя вели? Потому что людей, у которых есть способности к самосовершенствованию, вот, заложенные на генетически, их очень мало. Почему-то, или король учителя, и слово «сенсей», оно включает совершенно другие аспекты, чем просто учитель-преподаватель. Именно, вот, провести через все эти этапы, вот, этап становления, вот, как мужчина, там, стать сильным, там, да, там, постоять за себя, там, научиться превозмогать себя, там, самодисциплина. А дальше это, там, самосовершенствование идет, вот, там, не знаю, кто-то в картины уходит. Это постоянный процесс, это дорога. Ты на каждом жизненном этапе находишься в новую цель. И ты вот это вот поддерживает и ведет. Вот, это параллельная такая жизнь, потому что мы все все равно в социуме живем, нам надо денег зарабатывать, там, семейные проблемы решать, рабочие проблемы. И вот эта параллельная жизнь, она подпитывает те энергии. А если вот ее нет, ну, как бы, я о чем еще? Вот, очень многие, знаю, людей, великих мастеров, которые, прозанимавшись, и доходя до возраста 40-45 лет, не получая, а целей больше нет, вот, как бы, да, отпускаются животы, разрушается, там, появляется, там, стакан водки, еще что-то, и вы тоже знаете, правильно ли, ушу дают эту возможность, в карате ее нет. Музыка 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 Непростой вопрос, а как ты относишься все-таки к тому, что конец у всех будет одинаковый, мы смертные люди, смерть, она неизбежна, даже если принимать во внимание наличие реинкарнации по буддийским текстам, тем не менее, наше существование закончится, и с годами, наверное, будет ослабевать физическая сила, хотя я знаю людей, которые в 75 лет совершенно реально и внутренней энергией владеют, и могут противопоставить очень многое молодым бойцам, но все-таки, конец единый, как бы, мы говорим о бесконечном самосовершенствовании, о том, что этот путь никогда не кончается, но многие даже после 40 лет теряют веру, и мы знаем, что занимались боевыми искусствами почти все в молодости, и сколько нас осталось тех, кто, допустим, на рубеже 40 лет продолжает практиковать, стоит у макевары и выходит в зал не просто, ведь очень много есть сенсеев, не будем это скрывать, которые уже вот с таким животом, и которым просто стыдно вообще на публике показываться, твои отношения к этому. Глеб Николаевич, дело в том, что вот очень много у меня дискуссий на этом, ну, постоянно о чем он говорит, мы там встречаемся в Шанте, все об одном и том же, и там была ситуация, у нас был семинар с Йоном Блюмингом, ему 73 года, уникальный человек, и я смотрю, молодой парень, явно пытается его там придушить внизу, он показывал прием, но ему там 23 года, мозга уже нету, я его ввожу в раздевалочку, и жестко очень оказываю физически. Ну, а как же, ну вот, он же мой, ну, у меня нет слов, я бы сказал, что там матерное, ну, у тебя ни мозгов, ничего, ты в 73 года выйди на это. Просто выйди, доживи до этого. Кстати, Блюминг его задушил, задушил, да, по итогу, чем я был очень доволен, я добавил, и потом вот собрал их всех, говорю, вы сейчас молодые и придурковатые, извините, слова другого не найду. Ну, дело в этом возрасте важно, чтобы, я хочу встретить старость, вот свою, если даст Бог, я доживу, понимаете, чтобы не быть обузой близким, детям, чтобы саму себя обслуживать, сохранять ясность ума и возможность там ходить, вот, приходишь в китайский парк по 100 лет ему, он спокойно, он тихо-тихо, он дошел себе, сел тут попил соку, тут послушал птичку, пошел домой, он не обуза семье, он самодошел. Что-то сделал тайзи. Да, речь об этом, понимаете, не о том, чтобы драться, ну, невозможно, ну, что там старик сделал, ну, что, у нас все сводится, вот, очень обидная вещь, которая, к сожалению, у нас упущена, если у нас говорят о занятиях боевыми искусствами, то подразумеваются сразу ребята мои комплекции, с вот таким вот слоем бетона, который бьют друг другу лица, по тем или иным правилам, что, по сути, своей, вот, неправильного в Китае, это от силы, да и во всем мире, это от силы 1-2% топовых бойцов, которые везде делают. Он поступает за работу и привлекает публику, все остальные занимаются для здоровья. У нас, к сожалению, в стране этот аспект упущен. Это проблема наших сенсеев. Да, тотально упущен. Я говорю, в парке выходите, привлекайте, не надо воспитывать только бойцов, бойцы важны. Привлекайте там людей за 40, за 50, что тренируйтесь. Это есть здоровье нации. Для здоровья. Аспект упущен. Возвращаясь к теме блюминга, ведь уникально еще другое. Человек начинает терять веру в себя, когда он перестает быть социально востребованным. Блюминг в 73 года ездит по семинарам, его приглашают. Многие считают за честь постоять с ним в баре даже там. Сережа Косоротов, чемпион Европы, там, чемпион мира по дзюдо. И он говорит, он меня многому учит. Это человек, который занимается там своим садом блюминг, у него бонсай, он любит там выращивать карпов этих, кои, значит, японских. Это человек, живущий активной жизнью, не потерявший к этой жизни интереса и подпитывающийся от этой жизни. Вот с моей точки зрения это колоссально важно. Это тот пример, который мы молодежи можем дать. Очень интересная такая беседа, любопытный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты придерживаешься в своей практике, я знаю, что ты еще с весом много занимаешься, ну это видно, да? Придерживаешься какой-то диеты? Сейчас уже да. Оно само приходит, потому что если раньше там организм восстанавливался сам, у меня ходит 20 килограмм, я их в принципе не чувствую вверх-внизу, по праву. С возрастом ты начинаешь это чувствовать. Я раньше, я любитель поесть много. Но сейчас, вот когда я сейчас тренируюсь много с весами, я готовлюсь к соревнованиям, я набрал вес очень сильно. Когда мне уходить вес, естественно, садишься на диету. Но диета это не то понимание диеты. Опять же, вот перед тем, как чем-то заняться, я стараюсь разобраться с предметом. У нас диета подразумевает тотальное исключение всего на свете и лишение. Потом ты срываешься, наедаешься всего и это все идет ноль. Это образ жизни, это просто правильное питание. Скажем так, диета, ну, можно назвать, нельзя там, исключаешь там сладкое, исключаешь мочное. Ну, я не могу полностью исключить, а как бы, но уже чем дальше, тем больше я понимаю. Опять же, Глеб Николаевич, мне кажется, что всему свое время нельзя там. Приходят ребята в 45 лет в великолепной форме, занимающиеся йогой, говорят, Сереж, ты понимаешь, что ты себя гробишь? Я говорю, ты в 35 что ел? То же самое, вот мне будет 45, и я постепенно, организм сам тебя выведет. Если ты практикуешь, если ты понимаешь процессы, ты выйдешь вот вовремя, выйдешь туда, куда ты выйдешь. Нельзя, невозможно организму в 25 сказать, не есть мясо. Ну что, мы угроза.